Красная армия подошла к эстонским границам, где фронт остановился более чем на полгода. Летом 1944 года в Синемяе прошли кровавые сражения, и лишь 17 сентября началось отступление немцев из Эстонии. Воскресенье 18 сентября Юрий Улуотц назначил в должность правительства республики во главе с Отто Тифом. О чем сообщили также финские и шведские газеты. 22 сентября Красная армия заняла Таллин. Большинство членов правительства арестовали и приговорили к смерти или длительному сроку заключения. Той же осенью 1944 года на Запад бежало около 70 тысяч человек, положивших начало активному эстонскому сообществу за рубежом. Неосуществленное правительством Тифа стало притворять в Швеции эстонское правительство в изгнании, сохраняя правопреемственность эстонской республики. После войны Эстония была в руинах. Численность населения упала, но доля эстонцев выросла почти до 95%. Ранее жившие здесь немцы оказались в Германии. Шведов эвакуировали в 1944 году в Швецию, а евреев, попавших в руки нацистов, уничтожили. Часть 4. 50 лет советской аннексии. Восстановление независимости. В конце 1944 года продолжилась начавшаяся до войны советизация Эстонии. Границы были заперты так называемым железным занавесом. Репрессии продолжались. На полках архива КГБ Эстонской ССР скопились десятки тысяч папок с делами репрессированных. В каждой из них судьбы трех-пяти человек. Депортации осуществлялись органами МГБ и МВД. В 1945 году в Сибирь отправили несколько сот оставшихся в Эстонии немцев. В 1949 году было депортировано более 20 тысяч человек, в основном крестьян. Наконец, власти взялись и за свидетелей Иеговы. Смириться с такой ситуацией было невозможно. После войны в Эстонии продолжалось вооруженное сопротивление, лесное братство. И число его участников могло достигать 30 тысяч человек. В этой борьбе погибло более двух тысяч человек. Лишь к началу 50-х годов власти смогли ослабить сопротивление. Страх после массовой депортации 1949 года вынудил крестьян вступать в колхозы. Это повлекло за собой быстрый спад сельскохозяйственного производства. Следующее десятилетие выдалось невиданно тяжким. Гнев, связанный с конфискацией земли и скота, дополнялся недоумением, почему успешно работавшие хутора были уничтожены, а вместо них созданы малоэффективные колхозы. После смерти Сталина в 1953 году арестованные и депортированные стали возвращаться в Эстонию. Таких было примерно 30 тысяч человек. Некоторым удалось вернуться в Эстонию лишь спустя пару десятилетий. После ликвидации в 1956 году национальных воинских частей эстонские парни служили по всей территории Советского Союза, что было одной из наиболее суровых обязанностей, сопутствовавших советской аннексии. В Эстонии началась характерная для Советского Союза массивная индустриализация, особенно в сланцевых районах Северо-Востока и в Таллине. Большая доля рабочей силы привлекалась из Советского Союза. Жизнь в Эстонии считалась более благополучной, и сюда ехали охотно. Иммиграционным насосом была также армия. Многие демобилизованные офицеры вместе с семьями оставались или поселялись в Эстонии. Поэтому национальный состав населения стал быстро меняться. Прежде всего возросла доля русского населения. Удельный вес эстонцев уменьшился к 1989 году до 61,5%, что вызывало у коренного населения обоснованную тревогу. Несмотря на высокий по советским меркам уровень жизни, в Эстонии наблюдались все нюансы социалистического строя. Прежде всего это был дефицит товаров. У соседа не спрашивали, где купил, а спрашивали, где достал. Со второй половины 70-х годов экономическое положение в СССР ухудшилось. Полки в магазинах опустили, и люди в погоне за дефицитом были способны затоптать как своих сограждан, так и собственное достоинство. С приходом к власти Михаила Горбачева в 1985 году товаров на прилавках не прибавилось, но благодаря политике, гласности и перестройке в стране повеяло свободой. Одной из первых кампаний протеста в Эстонии стала так называемая «фосфоритная война». Планы центральных властей по созданию в Ляя Навирума гигантского карьера могли повлечь огромные экологические риски, а также приток извне десятков тысяч рабочих. Массовый народный протест весной 1987 года положил конец этим планам. Активность народа росла. Требование обнародовать пакт Молотова-Риббентропа, объединенный Пленум Творческих Союзов, создание Народного фронта «Молодежная колонна». На днях защиты памятников старины были впервые вынесены национальные цвета синий, черный и белый в виде отдельных полотенщин. Появились первые партии. Летом 1988 года прошли ночные певческие праздники с участием сотен тысяч человек. Развернулось движение комитетов граждан Эстонии. Был сформирован Конгресс Эстонии, который на своем первом заседании, 11 марта 1990 года, принял манифест о стремлении эстонского народа восстановить Эстонскую республику на основе принципа правопреемственности и Тартусского мирного договора. В 1990 году был избран новый Верховный Совет Эстонской ССР. Его председателем стал Арнольд Рюйтель. 30 марта Верховный Совет признал власть СССР в Эстонии незаконной. 3 марта 1991 года прошел референдум, на котором 77,8% голосовавших были за независимую Эстонию. Августовский путь 1991 года в Москве привел к окончательному восстановлению эстонской независимости. Несмотря на то, что в Таллинн были направлены подразделения воздушно-десантной дивизии, Эстонский Верховный Совет и Конгресс Эстонии приняли решение провозгласить восстановление независимости страны. Кто за то, чтобы принять постановление Верховного Совета Эстонской Республики о государственной независимости Эстонии, прошу проголосовать. За это приглашаю.